Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем в воскресном доме, желаем вам мира, добра, Божьей помощи. Благодарим вас за вашу горячую молитву в этом скромном древнем храме. Конечно же, вот сегодняшнее, всякое Евангелие поучительное, всякое каждое повествование учит нас мудрости. Одно повествование учит нас смелению, другое повествование учит нас кротости, терпению. А сегодняшнее повествование весьма поучительное, потому что это касается, как это было сегодня прочитано, город Наин и бедная вдова, которая лишилась своего единственного сына. И процессия эта шла многочисленная. Почему? Потому что, по всей вероятности, эта горько плачущая вдова была доброй женщиной. И люди жалели ее, любили ее, и жалели, что она лишилась единственного сына. Поэтому к ней и притекло столько народа, столько людей, чтобы ее поддержать духовно, морально, физически, чтобы ее поддержать в этом страшном горе. Как тяжело, когда люди теряют детей, это трудно войти в их положение. Мы, конечно, пытаемся сострадать, но наше сострадание не может быть полным. Поэтому Господь, как и в Евангелии написано, пожалел эту вдову, горько рыдающую, горько плачущую. И Он только прикосновением воскресил этого ребенка. И ребенок встал и сел, как будто бы совершенно здоровый, как будто бы ото сна, как будто бы после сна. Конечно же, вот это явное чудо. Явное чудо. Но почему в это явное чудо не поверили люди? Мы вот сейчас с вами говорим так и думаем. Вот если мы увидим, вот еще больше укрепится наша вера. Что вот, мы станем тверже, еще тверже. Но, к сожалению, это чудо видели много-много людей. Господь не исцелял налево и направо сотнями людей. Но все это было направлено, исцеление и воскрешение были направлены на то, чтобы люди твердо уверены, чтобы это было бы уже твердым фактом акта веры и божественных благодеяний, и силы Божьей. Этими исцелениями и воскрешениями мы с вами видим величайшую силу Божию. Что Господь может все. Если Господь уже воскрешает людей, которые уже четверогневного лазаря, которые уже процессы гниения были бы у людей. И уже всякий человек, когда умирает, тут же начинаются процессы химические. Процесс гниения начинается. Если Господь это сделал, то Господь может перевернуть, переместить горы с одного места на другое. Какие чудеса только Господь не может сделать. Но, к сожалению, дорогие братья и сестры, мы видели эти чудеса, и наши предки видели эти чудеса, но никто не в нем. А распятие произошло. Клевета на Господа, злоба, гнев на великого Учителя, на Господа. Все те мнения, эти страшные события евангельские, вы знаете, они произошли. Несмотря на то, что эти люди видели величайшие чудеса. Исцеление слепорожденного, у которого не было органов зрения, не было вообще. Этот человек начал видеть. И умершие люди воскрешали. Все таков человек. Все человек. Поэтому мы должны укреплять свою веру непрестанно. Укреплять веру свою смирением, кротостью, любовью друг к другу. И, конечно, твердой вере. Твердой вере. Мы должны понимать, что Господь всемогущ. Уж вера это не теорема, не математическое доказательство. Потому она называется и верой. Это не какая-то там теорема, какие-то там математические исчисления. Вера идет из глубины нашего сердца. Не из рационального разума, а из глубины нашего доброго, любящего сердца. Поэтому она называется верой, а не теоремой. Поэтому вас всех призываю усугубить молитву. Укрепить свою веру. Чтобы мы всегда были с Богом. Чтобы мы всегда были с ангельским миром. Чтобы мы всегда были с небесами. Господь да хранит вас. Господь да поможет вам во всех ваших делах и начинаниях. Молитесь, молитесь, чтобы Господь установил мир. Мир везде. В особенности в наших странах, за которых мы молимся. Чтобы был мир в нашей маленькой Абхазии. В большой, огромной России. В маленькой Осетии. Мы молимся за эти страны. За Россию, Абхазию, Осетию. Но мы еще молимся и за Сербию. Нам очень дорога Сербия. И Сербия также многострадальна. Поэтому мы молимся. И веруем во единого Бога. Храни вас Господь. Причастников поздравляем с принятием святых Христовых Таин. Предлагаем выслушать слова благодарственной молитвы. Слава тебе Боже! Слава тебе Боже! Слава тебе Боже! Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Это неотримование. И грешно. До новых жизнений. И дезинфийно, и исполняйтесь. Благодарю тебя, кто не достойно вашей части.